Друзья, я долго думал как начать видео, свой видеофильм про сбор клюквы. Я думаю, что вот так. Клюкву съели, а теперь посмотрите красивые кадры реки, по которой я плыл. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Привет, корешочки мои драгоценные. Ну что, время приключений настало. Я на дикой реке. Река небольшая, но вода поднялась где-то на метр. Это очень интересно. Я даже не знаю, как теперь будут завалы проходить и так далее. Такой вот ветер у нас. Это не очень хорошо. Но очень тепло. Я отправился за клюквой. Клюква это моя самая любимая ягода. Да, есть мороженое, есть брусника, черника, сладкие, вкусные, красивые. Но клюква это супер. В общем, собирать буду вот в эту набирашку, в которую я собираю бруснику, чернику. И вот новый способ попробую. Ковшик. Двигаться будем до места сбора на каяке. Фиш-каяк Evo от фирмы Time Trial. Сейчас собираю каяк, ну и отправляюсь. Вот было солнце, сейчас тучи и ветер откуда-то появился. Поснимаю вам хорошие кадры. Покажу, попробую показать вам, ну, хорошие какие-то моменты. Давайте уже надуюсь, буду стапелеваться и включусь. Включусь. Все, давайте. Так, ну что, относим. Собрал я лодочку. Опасно выезжать здесь. Все, друзья. Вот, я сегодня правильно надул фиш-трон, и я довольный. Ох, как классно. Блин, теперь я столько могу, столько смогу при этом преодолеть. Впереди меня ждут завалы. Впереди у нас, наверное, есть место, где можно проплыть. Карабин взял на случай медведя, либо уточка. Пока, друзья, опыта мало, ветер встречный, поэтому я вот так вот еле-еле тут плыву. Сейчас мы посмотрим. Болото залито, конечно. Но там, куда мы... Там, куда мы плывем, все нормально будет у нас. Ветер. Вот такая вот, видите, хаточка. О, утки. Ну, пусть летят уже. Не успеваю я. Что-то накидал туда. Плотину надо очень аккуратно проходить, потому что, ну, неизвестно, что там. Так. Есть. Подниматься я не знаю, как будет тут. Посмотрим. Так, тут у нас завальчик, но его можно пройти вот здесь. Вот чем хорош фишка як, ну, и вообще, вот эти вот маломерные суда. Это у нас не камыши, это реальная тут земля. Оба. Так, сейчас встанем, встанем, осмотрим. Ну, да, там завала, здесь вот так вот можно. Песочек. Так. Речка очень интересная, очень. Речка очень интересная, очень интересная. Речка. 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 откуда-то принесло же его корень здоровущий ну что идем за клюквой идем на мои клюквенные залежи если гуси не сожрали гуси лебеди вот сегодня очень тепло очень тепло и вот даже без шапки короче очень-очень сильно потеплело и вот я отправился у меня ведра вот такие вот я несу я иду вернее вдоль речушки будем собирать посмотрим как и что ладно встретимся уже на залежах клюквенных там там друзья дальше на реке я оставил этот каяк свой фишка як и потому что там завалы не стал уже перед переходить а плыть после завалов недолго поэтому поэтому вот так вот очень сильно что-то воды прибавилось начинает топить сегодня буду собирать интересным способом клюкву покажу вам покажу сегодня вам новый способ сбора будем надеяться на то что не сожрали птички птицы здорово эти там все лебеди не сожрали карабин со мной пошли ну сами понимаете осенью осень и так далее вот такая вот речушка завалы там дальше но я уже рассказывал что там дальше завалы то есть а вот она пошла клюква вот она клюкочка клюкочка вот-вот-вот-вот-вот они залежи вот они вот они ну все в общем вот так здесь все бросаю кидая карабин вешаю так карабин не оставить его на будет надо бы повесить вот сейчас его повешу сейчас мы так сказать откроем наш клюквенный сбор собирать будет тяжело потому что не очень удобно первая проба клюквы опоздал немножко я люблю немножко немножко другую так ладно начнем смотрите чем я сегодня буду собирать кстати просто посмотрел в интернете никогда не видел ковшик никогда не видел каким собирать но у нас немножко другие условия ну посмотрим что получше это у нас будет мидро которое планирую набрать но сюда будем собирать глюква еще кое-где белобокая слушайте очень классный способ вообще очень быстро собирается и как бы не сильно грязно я покажу результат слушайте друзья очень классно собирать вот буквально несколько минут не надо говорить что клюква зеленая или недоспелая она очень даже хорошая это просто особенности но короче спелая она еще подлежит немножко подойдет если честно я скептически относился к этому способу смотрите вот так вот грязновато но зато результат я скептически относился к этому способу но сейчас я извиняю свое отношение обожаю клюку я когда дома допустим видео монтирую раз ее стаканчик и употребляю вот знаете как сейчас представляю как эти хейтеры начинают писать ты портишь там клюквенные кусты или там еще что-то все это фигня ничего не становится хорошо друзья гуси не сожрали гуси не сожрали гуси не сожрали ягодку я не знаю сколько я как бы обычно вот так клюкву не собирал я еще собираю не на сдачу собираю домой потому что у меня много планов на клюкву да и вообще это самая моя любимая ягода это самая витаминная это как раз таки звук когда клюкла попадает ведро и 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 Знаете, не отламывается пластмасс, пластик и белеет. Ну, перебирать придется. Вот видите, смотрите, если бы на сдачу, конечно, никто бы не перебирал, а домой. Ну, в принципе, перебирать вот такие вот штуки, вот эти, как они называются. Убираешь их и все. Что у нас здесь, что-то все вытарканно, все исхожено. Кто такой-то, не понравился. О, смотрите, какая. Посмотрим, как пойдет. Вот, наверное, наберу 20-литровое ведро и закончу на сегодня. Я просто такими объемами, друзья, клюкву не собирал. Ну, либо собирал, но не помню. Кто-то из вас ведь работает на сдачу, клюкву собирает. Кстати, подходил, когда лодку оставил, специально пошел вдоль делянки. Ну, там, получается, не делянка, ну, как бы вдоль леса. Ну, болото. Посмотрел, на болоте, на открытом, ну, ничего нету. Вот около речки, пожалуйста, около реки, озер в этот год. Смотрите, на собирал уже вот, вот, почти, почти половину, да, хотел включиться, конечно, когда половину собрал, ну, ладно. В принципе, собирать прикольно, способ классный, первый раз собираю. И вот, в прошлый год где-то я вот, ну, около вот такого собрал за целый сезон клюквы. Ну, то есть, я несколько раз выезжал. Я думаю, что сегодня хорошо наберу, ну, посмотрим, будет ли клюква. Потому что, когда здесь я ходил, она была белая, ее было море. Сейчас почему-то не так. Ну, то птицы поели, то еще кто. Так что, вот такие вот дела. Ладно, собираем. Сейчас берем вещи и немножко переходим в ту сторону. Ну, я, в принципе, помню, где-то я шел. И надо будет туда зайти. Конечно, надо было на байдарке сюда проплыть, но там сильный завал, и я не стал перетягивать. Надо было перетянуть, и здесь уже вот, пожалуйста. Ну, ладно, еще увидим байдар. Полной биражки, вот так, смотрите, вот такая вот, ну, грязная, конечно, для себя. Видите, когда бруснику собираю, чернику там на сдачу, это да. А вот когда для себя, конечно, почище бы. Ну, пока ведро, вот у меня такое вот ведро. Это брусники у меня еще. Общерники, брусники. Видите, вода. А вот я ходил неделю назад, наверное, или две, не было воды. Ладно, пересыпаем. Где-то на донышке собрал. И сразу, друзья, я же первый раз собираю. Первый раз собираю таким способом, ковшиком. Ох, ноги застреют. И сразу скажу, нашел уже один минус. Минус такого способа, что клюку берешь не выборочно, а всю. То есть, гребешь. А как мы обычно, когда руками собираешь, собираешь, ну, это так же и грабли, в принципе. Так же, как вот этой набирашкой, ковшиком. Когда руками собираешь, ты собираешь выборочно, большую. А тут всякое. Ну, это, в принципе, не принципиально. Она пойдет в основном на соки, в самогонку там и так далее. Вот такая вот речушечка. Красивая нам туда. Смотрите, все залито. Просто все болото. Не знаю даже, где собирать. У меня место-то было, я уже его проехал. Ищу вот дальше. Места, конечно, шикарные. Но это, скорее всего, бобровый. Да, бобровая плотина. Вода поднялась и ее начинает фигарить. Места. 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 так ладно сейчас сходим водку вот затянул каяк фиш каяк вот смотрите кто-то топором скубал видите ну это скорее всего сеть здесь наверное держали сейчас на берега придем и посмотрим что у нас здесь по идее можно было каяк перетащить ну перенести просто и все брюшника ну нам надо болото потому что река вся залита невозможно идем вон там это получается залив реки сейчас пойдем дальше узнаем вон там вон там Вот такие луточки. Они такие небольшие. Ладно, не будем заставлять внимание, нам пока что важна клюква. Вот она, клюква. Так. Тоже все выхожено. Ну, клюква, смотрите, какая большая. Ммм. Смотрите. Жрут. Так, ходим, смотрим клюку. Ну да, с клюкой все хорошо, здесь будем собирать. Сейчас я пойду принесу все остальное и начнем здесь. Вообще сбор клюквы это такое для меня ответственное, великое дело, потому что я вот несколько лет там мизерные, мизерные, по мизеру клюков собирал. А в этот год уже неплохо получается. Ну, вы видели, как я там пособирал. Нормально, смотрите, собрал за несколько минут вот такое количество, конечно, здесь вот в перемешку с омхом. Но это все я сделаю сам. Сам, короче, почищу и так далее. Вот, ладно, собираем и наслаждаемся природой. Друзья, если кто собирает клюкву на сдачу, ну или там, это для них подспорье, как денег, чтобы сдать и денег получить, напишите, пожалуйста. Ну, я не знаю, ну, что-то как-то я не представляю к себе, как это можно. Ну, я не спорю, но вот мне интересно просто, как все это получится. Ладно, идем дальше, туда сейчас направо. Так, вот. Продолжение следует... Тяга как к открытию новых горизонтов тянет меня вот на тот берег. Сейчас мы туда сходим, только вот тут какой-то ручей, перепрыгну его. А, нормально. Боберт входит в гости к кому-нибудь. Так, идти, конечно, мне не очень хочется, но я думаю, что на той стороне нас тоже ждет клюквенный клондайк. Опа, смотрите, друзья. Видите, на гвоздь прибито. Артефакт какой-то опять я нашел. Скорее всего, тоже какие-то капканы были, что-то еще. Вот здоровенный сувель на дереве. Смотрите. Вон он. Видите какой? Или кап, или сувель на высохшем. Вот из него крутая рукоять для ножа получится. Но только проблема будет ее спилить, она очень плохо подается. Папа, папа, папа. Тут такой передо мной черный лес. Надо туда зайти. А что-то тучи идут такие. Как бы дождь не мочканул. Ого. И как раз оттуда главное. Откуда ветер? Ну ветер, короче, гонит тучи сюда, я так понимаю. Что-то у нас с болотом. Вот тоже клюквенное место. Метров 300, наверное, ушел. Что у нас здесь? Нифига у нас здесь нету. Так, странно. Это мне значит, что повезло те два раза, что я фу, нарвался на несъеденную, блин, эту. На несъеденную клюкву, несъеденные места. И то там похоже на было уже. Да, нету клюкву вообще. Ладно, возвращаемся. Возвращаемся, добираем и отправляемся назад. Смотрите, друзья, какая отборная. Единственная кочка, вот здесь я перешел, когда. Смотрите, какая прям, какой-то сорт. Я не знаю, видите? Шик. Шик до глади. Офигеть, друзья, офигеть. Вот. Я не знаю. Ну вот точно, точно все признаки были. Смотрите. Что видите? Смотрите, какая была. Это была избушка. Древнющая. Смотрите, как-то интересно. Древнющая избушка. Это, похоже, даже не избушка. Это, похоже, была баня. Маленькая. Смотрите, вот эта печка была. Смотрите. Во-во-во-во-во-во. А значит, наверху где-то была избушка. Видите, да, остров? Могу вот так вот. И люди здесь жили в такой... Ну, это баня была. Избушка, значит, где-то в другом месте. Давайте глянем, походим. Конечно, мне надо уже уходить, потому что... Ладно, сейчас схожу я за ведром. Там все равно ветер. Расскажу, что и как. Ну, давайте, друзья, быстренько так пробежимся. Это, скорее всего, была баня. А где-то должен еще дом стоять. Ну, обычно так, если... Ну, это не... О, смотрите, сколько ягод. Брусники. Ну, если это кем-дымовцы, то так и делалось. А если это просто была чья-то избушка здесь, ну, ей хрен знает сколько лет. Ну, да, далеко бы так не стали делать. Друзья, это просто работа. Как так могло быть-то? Ой, вот почти каждое мое приключение... Такая тропинка. Почти каждое мое приключение, почти каждое... Как сказать? Мой поход куда-то. А я еще иду, смотрю, смотрю такой... Эти, ну... Березы, березы, березничочек. Я такой, так-так-так-так... Что-то такое интересное. И тут хоп-а-на. И вот такая вот избуха, что ли, была. Ну, разворовано 15 раз, наверное, уже. Очень классное место. Очень-очень старинное, очень... Она, смотрите, тут... Просто уже все сгнившее. В таких какарях делалось, в оборях. Ни гвоздей, ничего, ни железяк нету. Просто стоит вот так вот и все. Такая, наверное, 4 на 4. Мне везет, конечно, с этим. А главное, я, ну, зашел сюда... Видите, дерево, дерево, он чесали вот это вот. Я, главное, зашел сюда, и что-то вот у меня как будто какое-то предчувствие вот такое вот. Что-то здесь так, а куда? Куда, куда, где, куда идти-то? Что-то я потерялся. А! Да-да-да-да-да-да. А, вот. Так я здесь зашел прям несколько метров туда. Блин. Ну что, пришел вот каяк. Так. Сейчас будем сейчас немножко здесь уберемся. Так, посмотрим, ничего у нас не спустило. Ничего. Все нормально. Так. Ну что, грузимся, спускаемся на воду и прем. Места, конечно, интересные. Тут два... Но это не порог. Был бы порог, было бы интересно даже порыбачить здесь. А это... Сделал. Бобер, в общем. Так, ладно. Так, ладно. Пошлите на порог, сходим, глянем. Посмотрите хоть как. Что тут такая... Вот такие воды темные. Такое достаточно интересное место. Вот бобер, видите, передвигается. Запрудил. Ему безопасно. И... Ну да, такое. Такое место интересное. Но избушка здесь была. Я, знаете, вот тоже. Когда пришелся, я думал, блин, так интересно. Вот тут бы построить бы что-нибудь такое прикольное. Прикольное. И... Видать, не один я так думал. Видать, значит, место такое. Ну вот лес горел тут лет 200 назад, наверное, больше. Так, ну что, будем отправляться. Затаскиваю. Всегда по мху стараюсь. Чтобы, не дай бог, не поцарапать там ни обо что. Не поцарапать там ни обо что. иногда весло становится мокрым сегодня просто друзья у фишка я к такой тест-драйв 1 вот это не реклама никакая просто я кто-то хочет кто-то хочет покупать а я хочу людям рассказывать про эти про эти вещи которые они хотят я сам что хочу покупать всегда в интернете смотрю и так если у них конечно весла вот если у вас будет возможность при покупке покупайте вот это которая там супер навороченная на такое получше я специально выберу выбрал вот эти вот она карбоновая или еще какой-то она легкая я специально выбрал вот эти вот весла потому что они более такие рыбацкие мне понятные и они более крепкие вот идем дальше идем против течения нормально сейчас темп возьмем левом приходит всегда больше потому что правая загребают посильнее очень интересное место я вам показал сам увидел кайфанул блин а представляете чтобы была она такая целая бы изба да я вы сюда когда вот снег бы выпал 1 я бы сюда сходил очень интересно вот в таких местах конечно я бы тоже обосновался сейчас попробую весло сделать чтобы оно было такое же идентично как правая вот она да да как то мне получалось когда я первый раз поплыл на лына этой лодки пошел на ней вот как-то не получалось чтобы вода не брызгала а тут брызгает брендирование на лодке я не знаю как насколько она выдержит посмотрим протестируем но какое-то время по дед подержится она знаете создает такой вау эффект представляете тебе ты заказываешь вещь она еще приходит тебе именно это ну такие вот дела друзья еще хочу кстати передать привет огромный николаеву александровичу с из села кошки самарской области если не ошибаюсь про область самарской вот спасибо ему огромное поддерживает канал такие суммы переводит но когда мы собирали на квадрокоптер это понятно но сейчас я ни на что не собираю поэтому я открываю копилку и вот на какие-то проекты для канала там будут эти деньги ну потому что мне деньги вот так просто не нужны я у меня нет цели там заработать или собрать денег там как многие там на стримах не знаете после стрима как-то позвонил один блогер и сказал ну знакомый мы с ним общаемся нормальный у нас ним хорошее отношение все позвонил сказал слушаю тебе так мало это за донатили смысл ли стрима вести он не понимает что ну но не во всем деньги нужны не во всем не во всем надеюсь и он поймет когда-нибудь так карабин у меня сзади я пру довольный но еще зайду на одно место потому что здесь все затоплено вот где не будет затоплено там посмотрю еще клюковку нашим как говорится лодка рыскает у меня потому что я такой пользователь есть еще комплектация со стабилизатором то есть сзади такой типа как как он называется ну такая пластмасска она добавляет устойчивости вот так если порога где-то многие еще меня спрашивают зачем я постоянно с карабином но мне нравится с оружием ходить ну смысле все равно у нас же какая-то здесь и охота может получиться и так далее рыбалка видите охота она такая скоротечная поэтому можно себе позволить взять карабин там таскать его он конечно тяжелый но это ерунда а вот с рыбалкой ну рыбалка такой долгий процесс так сказать интимный поэтому ну а друзья подобрался к нашей плотине сейчас будет интересно как она называется интересное действие лодка очень легкая при перетягивании и так и так далее вообще проблем никаких единственное что я наверное для своих задач действительно выбрал слабенький пвх а может и не слабенький не знаю в любом случае если им комплект сейчас попробуем первый раз покорить первый порог дрон вон у меня не будем в струю сейчас с бачка с бачка и попробуем туда а 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну и сложу и отправлюсь уже домой Мне идти тут чуть больше километра Я кстати пронес Ну хотел протестировать как раз таки Как нести и так далее Ну нормально Я думаю что около пару километров По лесу, по лесу, где-то по болоту Можно осилить Вот такие вот дела Спасибо огромное за то что были со мной Дай бог и вам всем здоровья Ставьте лайки, подписывайтесь И я вам покажу еще много видео Надеюсь порадовал вас хорошими кадрами И с видео, сверху тоже Правда не знаю снялись они или не снялись Ну в общем увидим, если что Все корешочки мои драгоценные Пока, спасибо большое Дай бог и вам здоровья Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok